Причина кариеса и кривых зубов. Александр Рыкунов, город Нижний Новгород. В продолжении темы, поднятой в ролике «Почему мы не живем 150 лет», рассмотрим вопрос о массовом распространении кариеса и кривых зубов в детском возрасте. Вопрос дефицита минералов в части недоразвития челюстных костей и кариеса достаточно подробно отражен в работе Вестона Прайса «Питание и физическая дегенерация 1939 год». Рассмотрим здесь некоторые выдержки из этой книги. Глава третья. Изолированные и современные швейцарцы. Для изучения пищи, произведенной в горных районах с предполагаемой более высокой питательной ценностью, что подтверждается низким уровнем заболеваний, включая разрушение зубов, я провел ряд изучений в Швейцарии в 1931 и в 1932 годах. Я хотел найти группы швейцарцев, живущих в той среде, где физическая изоляция побудила бы их питаться продуктами местного производства. Представители правительства Швейцарии, которым мы обратились за помощью, предупредили, что найти такие группы будет непросто. Однако, благодаря завершению строительства тоннеля Лешберг длиной 11 миль и строительству железной дороги через долину Леченталь на уровне приблизительно мили над уровнем моря стало возможным изучить группу из примерно 2000 человек. Изучение происходило незадолго до 1931 года. Практически все, в чем нуждались люди долины, за исключением некоторых вещей, например морской соли, веками производилось в самой долине. Долина Леченталь. Я проводил изучение взрослых, а также мальчиков и девочек в 1931 году и получал образцы пищи, особенно молочной продукции, которую присылали дважды в месяц, летом и зимой. Продукты тестировались на содержание витаминов и минеральных веществ, особенно жирорастворимых активаторов. Образцы показали высокое содержание витаминов значительно выше, чем магазинные образцы молочной продукции Америки и Европы, а также других районов Швейцарии. Питание людей долины Леченталь, особенно растущих мальчиков и девочек, состоит в основном из куска цельнозернового ржаного хлеба и ломтя летнего сыра, по толщине такого же, как хлеб, которое запивают свежим, козьим или коровьим молоком. Тут надо еще помнить, что до Второй мировой войны хлеб повсеместно выпекался без дрожжевой, без термофильных дрожжей. Запомним это соотношение. Толщина сыра должна быть не менее толщины черного хлеба, плюс это надо запивать молоком. Только в этом случае насыщается минералами фитиновая кислота в хлебе, а оставшиеся минералы достаются и ребенку. Среди всех детей, придерживающихся традиционной диеты из ржаного хлеба и молочных продуктов, уровень кариеса на человека составлял 0,3, то есть в среднем приходилось осмотреть 3 человека, чтобы найти один дефектный молочный или постоянный зуб. Возраст осмотренных детей был от 7 до 16 лет. Нормальное развитие лица и зубных дуг при натуральном питании родителей и их детей. Обратите внимание на хорошо развитые ноздри. Мы получили возможность изучать группы обычных детей, были проведены изучения зубов, показывающие, что одна четверть всех зубов у растущих мальчиков и девочек уже подвержена влиянию кариеса и только 4% детей избежали разрушения зубов. Некоторые постоянные зубы этих детей разрушены до уровня десны, что, безусловно, сильно сказывается на внешнем виде. Еще одно отличие от сообществ, живущих в изоляции и имеющих нормальное развитие лица, это неравномерное расположение зубов, сужение зубного свода и другие деформации лица. Дети, питающиеся белым хлебом и имеющие свободный доступ к сладостям, кариес, недоразвитие челюстных костей. Многие живущие в современных районах имеют на лицах шрамы, показывающие на прорыв наружу гнойников инфицированных зубов. Такие шрамы оставляют следы на лице на всю жизнь. Глава 4. Традиционные и современные кельты Давно уже ходят истории о великолепном здоровье людей, живущих на внешних гибридских островах. Они, соответственно, являются хорошим примером для изучения проблемы причин возникновения кариеса и современной физической дегенерации. Острова находятся у северо-западного побережья Шотландии и простираются почти до южной части Гренландии. Вид их традиционного дома с покрытой тростником крыши можно увидеть на этой фотографии. На фотографии вы видите великолепное физическое развитие местных жителей кельтских рыбаков, характеризуется идеальными зубами, правильным овалом лица и правильным прикусом. Основа еды жителей острова – рыба и овсяные продукты с небольшим количеством ячменя. Овес достаточно хорошо растет на островах и его готовят в виде каши и кексов, которые во многих семьях едят почти с каждым приемом пищи. Рыболовецкий промысел у внешних гибридских островов особенно хорош. Морепродукты, включая омаров, крабов, устриц и кальмаров, встречаются в изобилии. Важную роль в питании жителей островов играет запеченная голова трески, фаршированная рубленной печенью трески и овсом. Нам рассказывали, что на одном из этих островов подрастающие мальчики и девочки имеют чрезвычайно высокий иммунитет к кариесу. Их изоляция настолько велика, что девушка 20 лет, которая приехала с острова Тарнасей на остров Харис, никогда не видела молока в большом количестве, чем капля. На острове нет молочных животных, их питание обеспечивается продуктами из овса и рыбы и небольшим количеством растительной пищи. Очень важную часть в питании занимают омары и камбала. Фрукты им практически неизвестны, при этом телосложение этих людей поразительно хорошее. Обращаем внимание на рацион питания. Несмотря на наличие зерновых, их рацион питания включает большое количество рыбы, содержащие достаточное количество минералов, которые явно перекрывают деминерализующие способности зерновых. Важной частью исследования этих островов стали наблюдения на границе цивилизации. Предварительную выборку жителей морского портового города Сторнуэй можно увидеть на пристани, они собираются поприветствовать вечернее прибытие кораблей, что является важным событием общественной жизни. Группа в основном состоит из взрослых молодых людей. Из 100 человек в возрасте от 20 до 40 лет, 25 уже были со вставными зубами, и гораздо большее количество выглядело бы презентабельнее, если бы они тоже их сделали. Кариес очень распространен в современной части Сторновой. В городе можно купить кексы и белый хлеб, белый как снег, такой же как в любом обществе в мире. Много других продуктов из белой муки, а также консервированный джем, консервированные овощи, фруктовые соки с сахаром, варенье, кондитерские изделия любых видов, выставленные на витринах и прилавках. Эта еда особенно притягательна по двум причинам – из-за большого разнообразия и высокого содержания сахара по сравнению с традиционным столом. Сверху – братья, остров Харрис. Младший слева ест современную еду и у него обширный зубной кариес. Брат справа ест национальную еду и у него прекрасные зубы. Обратите внимание на узкое лицо и прикусу младшего. Внизу слева – типичный обширный зубной кариес современного кельта. Справа – типичные идеальные зубы традиционного кельта. Глава 5. Традиционные и современные эскимосы. Нашей первой целью было найти, если возможно, племя индейцев, которое, как говорили, жило на реке Стони. Они были описаны как очень традиционные. Наш пилот, который хорошо знал этот регион, сказал, что это первый раз, когда он приземляется в этом районе. Все люди были заняты ловлей и заготовкой лосося. После сушки рыбы ее коптили несколько часов и затем хранили, чтобы есть зимой. Эти домовитые люди обладали физическими чертами, довольно непохожими на индейцев центральной, южной и восточной Аляски. Из 12 индивидов, которых мы изучили, 10 питаются только местной едой или в основном ей. Среди 288 их зубов только один зуб был найден, который когда-либо страдал кариесом. То есть 0,3%. Двое приехали с реки Коскокуим, притоком которой является река Стони. Там они получили значительное количество магазинной еды, которую привезли в Коскокуим из Безела. 27% зубов у этих двоих были поражены кариесом. Типичные представители местных эскимосов Аляски, обратите внимание на широкие лица, широкие челюсти и на отсутствие зубного кариеса. Вверху слева женщина со сломанным нижним зубом. У нее 26 детей и зубного кариеса нет. Традиционные жители с Аляски растят сильных и крепких детей, матери не страдают зубным кариесом. При нашем общении мы никогда не слышали плача эскимосских детей, кроме как в случаях голода или испуга от присутствия посторонних людей. У женщин всегда много молока и грудное вскармливание проходит нормально и продолжается без проблем до года. У мам абсолютно не было зубного кариеса и мне рассказали, что у эскимосских детей не бывает трудностей при прорезывании зубов. То есть боль при прорезывании зубов происходит от недостатка необходимых минералов и полезных веществ. Мы особенно интересовались едой, которую употребляют эти традиционные эскимосы. Почти всегда их дома располагаются или у глубоких водоемов, или недалеко от них. Особенно запоминается их мастерство общения с каяками. Во время сезона, когда лосось идет на нерест, они заготавливают большое количество вяленого лосося. Они бьют острогой рыбы из каяков и даже маленькие мальчики очень ловко это делают. Они ловят столько лосося, что едва могут это унести. Они мастера в забое тюленей с этих легких судов. Тюлений жир является важной частью их питания. Каждый кусочек рыбы отламывают и макают в тюлений жир. Я получил немного тюленевого жира от них и привез в лабораторию для анализа содержания витаминов. Доказано, что эта еда – одна из самых богатых источников витамина А, который я находил. Рыба подвешивается на крючках на ветру для сушки. Икра также раскладывается слоем для сушки. Эти продукты, что удивительно, составляют важную часть питания маленьких детей после того, каких отлучают от груди. Икру лосося также используют для увеличения фертильности женщин. С точки зрения химического состава икра – один из самых наиболее питательных видов еды, который я где-либо встречал. Пища этих эскимосов в их естественном состоянии включает карибу, земляные орехи, которые собирают и прячут в тайниках мыши, морские водоросли, которые собирают в сезон и сохраняют на зиму. Ягоды, включая клюкву, которые хранят в замороженном виде. Бутоны растений и трава, законсервированные тюленем жиром. Большие количество замороженной рыбы. Еще один важный пищевой фактор заключается в частях крупных морских животных, включая определенные слои кожи одного вида из китов, в которых было обнаружено очень высокое содержание витамина С. Когда традиционные эскимосы Аляски получают еду белых людей, возникает зубной кариес. Часто возникает сильное истечение гноя. Во многих районных зубоврачебная помощь недоступна, и страдания острые и длительные. Это при всем том, что челюсти неправильной формы или скученные зубы почти неизвестны среди традиционных племен эскимосов. Они часто встречаются в первом поколении у детей, родившихся после перехода их родителей на еду белых людей. Обратите внимание на суженные ноздри и измененный овал лица у этих детей. Эти белые мальчики родились и выросли на Аляске на привозной еде. Недоразвитость костей создает скучность зубов. Изъяны лица включают недоразвитость каналов носа, так что дышать им приходится ртами. Отсюда постоянный прононс и забитые носы у представителей нашей цивилизации. Глава шестая. Первобытные и современные североамериканские индейцы. Суровые зимы здесь достигают 70 градусов ниже нуля. Это исключает возможность разведения молочных животных и выращивания злаковых и фруктов. Рацион этих индейцев почти полностью состоит из диких животных, на которых они охотятся. Это делает изучение их особенно важным. Мудрость этих людей относительно законов природы и их умения к адаптации к суровому климату и ограниченному ассортименту еды, что очень часто сложно получить, развили умение в искусстве жить комфортно в суровых условиях. Когда мы спросили старого индейца через переводчика, почему индейцы не болеют цингой, он ответил, что это болезнь белых людей. Я спросил, а может ли индейцы заболеть цингой? Он ответил, что может. Но индейцы знают, как предотвратить цингу, а белый человек нет. Тогда я спросил, почему он не расскажет белым людям, как это сделать? Ответ был, белые люди слишком много знают, чтобы спрашивать о чем-то у индейцев. Я спросил, расскажет ли он мне? Он ответил, что если вождь разрешит, то может рассказать. Он пошел к вождю и возвратился примерно через час и сообщил, вождь сказал, что мне можно рассказать, потому что я друг индейцев. И скрытое знание было такое – не нужно есть еду из магазина белых людей. На фото обычная семья лесных индейцев Северной Канады представляет собой картинку превосходного здоровья. Они живут в условиях неограниченной еды в виде мяса диких животных под покровом больших лесов. Состояние зубов, форма зубных дуг, челюстей и овал лица великолепны. Где бы индейцы ни жили, на своей традиционной пище, в основном мясе лосося и карибу, их физическое развитие, включая овал лица и зубные арки, челюсти, были совершенными и обладали почти полным иммунитетом от кариеса. Эти две женщины и две девочки типичны. Индейцы семенолы живут сегодня на юге Флориды, в основном без контактов с цивилизацией белых, по-прежнему обладают великолепными зубами и челюстями, которые для них обычны. Они живут в лесах Эверглейда и по-прежнему получают естественную пищу. А вот индейцы семенолы из Флориды, которые живут в контакте с современной цивилизацией и ее питанием, страдают от обширного зубного кариеса. Где бы индейцы не получали доступ к современной еде из магазинов, состояние зубов очень плохое. Это типично для индейцев с таким видом питания. Пагубное влияние торговли белого человека видно везде в деформированных лицах уже в первом поколении, после того, как их родители перешли на современную еду из магазинов. Эти молодые люди с деформированными челюстями типичны. Обратите внимание на неправильное развитие лицевых костей, о которых свидетельствуют узкие ноздри и скученные зубы. А вот это типичные калейки, которые встречаются в точке контакта современной цивилизации и традиционных индейцев. У мальчика слева артрит почти всех суставов, у него сгнили несколько зубов, у мальчика справа туберкулез позвоночника. Была изучена типичная мама в домашних условиях, у нее четверо детей, ее зубы разрушены зубным кариесом, она очень современна, у нее золотые вкладки на некоторых зубах. Корни отсутствующих зубов не удалены, 20 из ее зубов поражены активным кариесом. Ее маленькая девочка 4 лет уже имеет 12 плохих кариозных зубов, другая дочь 8 лет имеет 17 кариозных зубов, у ее сына 10 лет их 6. Ее муж прикован к постели острым поражением легких, несомненно туберкулезом. Дети обедали, когда мы приехали, обед состоял из белого хлеба и тушеных овощей. Молоко было только для малыша на руках. В этой группе тускорора у 83-х обследованных зубной кариес и 38% из всех зубов поражены кариесом. Каждый обследованный в этой резервации употребляет продукты из белой муки, никто не употребляет молоко в большом количестве, и только некоторые его употребляют иногда. Они теперь покупают белую муку, а овощи в основном в виде консервов. В обеих резервациях используют покупные растительные жиры, варенье, мармелады, сладости, сиропы и кондитерские изделия в больших количествах. Особенно заметно, как рано в детской жизни появляются кондитерские изделия из современной цивилизации. Глава 7. Изолированные и современные меланезийцы. В 1934 году были исследованы 8 архипелагов в южной части Тихого океана. Целью экспедиции были наблюдения за меланезийцами и полинезийцами. Меланезийцы, описанные ниже, жили в Новой Каледонии на островах Фиджи. Путешественники прежних времен, которые заплывали на острова южных морей, описывали местное население как очень сильных, хорошо сложенных, красивых и дружелюбных людей. Плотность населения на ныне необитаемых островах была высока. В настоящее время, наоборот, на многих островах уровень смертности превышает настолько уровень рождаемости, что само существование этих этнических групп выглядит удивительно. Эти меланезийцы представляют типичное телосложение и типичное для этого народа строение лица и челюстных дуг. Такое строение распространено практически на всех островах на юго-востоке Тихого океана. Их питание помогает им развивать и сохранять характерные для этого народа физические особенности телосложения. Развитие лицевых костей определяет размер и форму неба и размер носовых ходов. Обратите внимание на сильную шею мужчину сверху и пропорциональные лица девушек снизу. Такие лица обычно соответствуют полностью пропорциональным телам. Поражение зубов встречается чрезвычайно редко, если питание типично для этого народа. Так как Витилево, один из островов группы, является одним из крупнейших островов Тихого океана, я надеялся найти местность, достаточно удаленную от моря, где жители вынуждены едят только плоды своей земли. Соответственно, с помощью правительственных чиновников, используя недавно проложенную правительственную дорогу, мне удалось проехать вглубь острова на машине, а оттуда еще дальше пешком с двумя проводниками. Мне не удалось, однако, найти место, где бы я не находил груды морских раковин, которые приносили с моря вглубь острова. Проводник объяснил мне, что для жителей глубинки всегда было важным и сейчас тоже получить некоторую пищу с моря. И что даже во время суровых войн между равнинными или горными племенами и племенами, живущими на морском берегу, первые приносили ночью растительную пищу из горных районов и прятали ее в тайники. Возвращались в следующую ночь, чтобы забрать пищу с моря, которую помещали в тайники в обмен прибрежные племена. Люди, которые совершали обмен пищей, никогда не подвергались нападению, даже во время активных военных действий. Тут надо обратить внимание, насколько глубокое понимание о важности пищи у местных аборигенов. Другой пищей животного происхождения был кокосовый краб, который достигает веса в несколько фунтов. В определенные периоды года эти крабы мигрируют в море с гор и внутренних равнин острова. Они проводят в море примерно три дня, это часть их программы размножения, а затем возвращаются в свои горные места обитания. Их маршруты максимально приближены к прямым линиям. В сезон миграции огромное количество крабов ловится в пищу. Эти крабы снимают с кокосовых пальм их плоды. Они взбираются на деревья в темноте и возвращаются на землю перед рассветом. Когда местные жители слышат звуки падающих кокосов, они оборачивают травой стволы пальм на высоте 15-20 футов над землей. И когда крабы, слезая с дерева, чувствуют прикосновение травы, они решают, что они уже на земле, перестают цепляться за ствол и падают. Местные жители собирают оглушенных крабов и помещают их в загон, где кормят их кокосами. Через две недели крабы так жиреют, что их панцири лопаются. В этот период их мясо очень вкусно. Употребляется в пищу пресноводная рыба там, где есть горные реки или ручьи. Животная пища, однако, в горах не присутствует в изобилии и не нашлось места, где растительная пища не дополнялась бы морской. Представители меланезийской расы, живущие на островах Фиджи в Тихом океане, неважно вулканических или коралловых, развили очень сильный иммунитет к зубному кариесу. У них хорошо сформированы лицевые мускулы и челюстные дуги. Их традиционная пища состоит из морских животных, которые едят вместе с растениями и плодами земли в соответствии с четкой программой выбора пищи. Эти жители островов Фиджи демонстрируют эффект, происходящий от смены натуральной пищи на привозные коммерческие продукты. Разрушение зубов становится тотальным, и с ним теряется возможность полноценно пережевывать пищу. Дети и беременные женщины страдают от зубного кариеса сильнее других. На большинстве островов нет зубных врачей и врачей-терапевтов, зубная боль – единственная причина самоубийства. Новое поколение, рожденное после того, как родители начали употреблять привозные продукты, часто имеют измененную форму лица и челюстных дуг. Зубы растут слишком тесно, как показано на фотографии. Более подробно с этой книгой можно ознакомиться по ссылке к данному видео. Из приведенной книги хорошо видно, что главной причиной кариеса и недоразвития лицевых костей являются изделия из белой муки – зерновые и искусственные сладости, что представляет собой термообработанную пищу, которая не содержит ферментов. Ферменты в пище разрушаются уже при температуре 70 градусов, а любой кипяток – это 100 градусов. Растения хорошо позаботились о защите своих детей – зерен и семян, а также клубни. Они содержат ряд антипитательных веществ – антинутриентов, главным среди которых является фитиновая кислота. Ее задача – добыть минералы из почвы для развития будущего растения. Термической обработкой эта кислота не разрушается и при попадании в кишечник человека вместе с зерновыми или корнеплодами делает то, что она должна была делать в земле – улавливать и высасывать отовсюду минералы. Возникший дефицит минералов в районе кишечника организм вынужден покрывать из имеющихся запасов, которые сосредоточены в волосах, зубах и скелетных костях. В организме каждого человека прописан алгоритм отступления, то есть чем можно пожертвовать при дефиците минералов в первую очередь, чем во вторую и так далее. У большинства взрослых мужчин этот алгоритм выглядит так. Первое – зубы. Получаем кариес, использование минералов из зубов. Второе – отключение производства краски для волос. Получаем седину. Третье – выпадение волос на голове. Волосы на усах и бороде имеют высокий приоритет и не выпадают даже после начала остеопороза. Четвертое – остеопороз, пористая кость, использование минералов из скелетных костей. У большинства взрослых женщин этот алгоритм выглядит так. Первое – зубы, кариес. Второе – отключение производства краски для волос, седина. Третье – остеопороз. Четвертое – у женщин волосы на голове имеют высокий приоритет и также почти не выпадают даже во время активной фазы изъятия минералов из скелетных костей – остеопороза. Исключение из этого правила есть, но мы их здесь не рассматриваем. У детей дефицит минералов может находить выражение в таких проявлениях, как кариес зубов, недоразвитие челюстных костей, скученные кривые зубы, вальгусное, то есть ноги иксом или варусное ноги колесом, искривление ног, обусловленное недоразвитием соответственно внутренней или внешней стороны коленного сустава, а также частично костей таза, деминерализация костей. Недоразвитие таза у девочек, узкие плечи у мальчиков. Симптомы дефицита минералов у детей очень похожи на симптомы при рахите. Можно даже предположить, что эти болезни имеют одну и ту же природу – дефицит минералов и ферментов. За первый дефицит отвечает фитиновая кислота, а за второй – термическая обработка пищи. Дополнительная информация о причине мигрени. Мигрень – болезнь дефицита магния. Клинические и экспериментальные данные позволяют рассматривать мигрень как болезнь дефицита магния. У пациентов, страдающих мигренью по сравнению со здоровыми людьми, чаще выявляются более низкая концентрация магния в сыворотке и клетках крови, слюне и спинномозговой жидкости. Магний – второй после калия внутриклеточный катион, участвует в качестве кофактора более чем в 300 метаболических реакциях в организме, включая синтез белков, энергетический внутриклеточный обмен, воспроизводство ДНК и РНК, а также стабилизацию мембран митохондрий. Магний играет важную роль в передаче нервного импульса, сердечной возбудимости, нервно-мышечной проводимости, мышечном сокращении, гвазомоторном тонусе, а также в регуляции метаболизма глюкозы и инсулина. Низкие уровни магния в организме связывают с развитием АГ сахарного диабета второго типа, болезни Альцгеймера, а также мигрени. Высказывается предположение о том, что одним из механизмов развития головной боли при мигрени может быть нарушение внутриклеточного взаимодействия магния и кальция. Измененная активность ионных каналов выполняют роль триггера в развитии распространяющейся корковой депрессии. Дефицит магния способствует гиперагрегации тромбоцитов, отрицательно влияет на функцию рецепторов серотонина, синтез и высвобождение различных нейротрансмиттеров, что обуславливает развитие сосудистого спазма. Магний участвует в моделировании уровня оксида азота в клетке, снижение которого отмечается при мигрени, особенно у женщин с мигренозной болью, потенциально опосредованной половыми гормонами. Дефицит магния у страдающих мигреней людей может быть обусловлен генетическими причинами нарушения его всасывания или увеличением выведения. Источник по ссылке. Какие же продукты высасывают магний из организма? В первую очередь это зерновые – макароны, хлеб, рис, гречка и т.д. Он нужен зернам для создания хлорофилла, а во вторую очередь это картофель, свекла, морковь и другие корнеплоды. Это лженазвание, так как они плодами не являются, поскольку спрятаны от человека в земле. Как оперативно устранить дефицит магния? Можно купить препараты магния в аптеке, дорого стоит. А можно сделать их самостоятельно. Делаем цитрат магния так. Первое. В стакан кладем 27 грамм лимонной кислоты и 10 грамм доломитовой муки. Это удобрение стоит 100 рублей за 3 килограмма, продается в цветочных магазинах. Это природная смесь карбонатов магния и кальция. Второе. Добавляем немного воды, 30 мл рюмка и оставляем смесь реагировать часов так на 8 на ночь. Получается белая пена. Если пена не получается, нужно уменьшить количество воды. Берем 1-2 чайной ложки пены на чашку воды и размешиваем ее с водой. Кислый раствор выпиваем и съедаем кусочек сыра для пополнения запасов фосфора. Сильно увлекаться такими неорганическими источниками минералов не стоит, поэтому при их приеме следим за самочувствием. В случае проявления неприятных ощущений их прием временно прекращаем. Как уменьшить вред от зерновых? При варке макарон, риса и т.д. для мясных блюд, в мясе маловато минералов, нужно в воду добавлять молоко, 1 стакан, которое блокирует фитиновую кислоту и другие антинутриенты. Воду с молоком потом нужно слить. По мне, так макароны получаются вкуснее, чем в варке без молока. Получается, что каши на воде очень опасны, утрата минералов в организме неизбежна. Все каши нужно варить только на молоке. При непереносимости молока в воду для варки нужно добавлять черную соль. Вышесказанное устраняет только дефицит минералов и не является полноценной живой пищей. Единственная безопасная пища, которая не содержит антипитательных веществ, это мякоть спелых плодов. Это есть пища, которую растения добровольно предлагают человеку по принципу «мякоть съешь, а моих детей посади». Человек для плодовых растений является средством расселения их детей по земле. Но человек, к сожалению, забыл о благодарности к накормившим его растениям и выкидывает их детей на свалку. Или в случае мелких семян типа земляники, смородины и крыжовника отправляет их вместе с калом в канализацию или в выгребные ямы. Шансов для семян выжить в таких условиях нет никаких. Создателям заложен механизм самовосстановления изобилия ягод и фруктов вокруг человека, но он сейчас вот таким образом нарушен, и нам нужно его восстановить. Это, конечно же, не значит, что нам нужно гадить под каждым кустом. Но нам нужно всем озаботиться тем, чтобы ягоды и фрукты росли у нас повсеместно. Недавно нашел для себя очень хороший рацион питания, потребление фруктов и живых сухофруктов с солью. После этого ощущение сытости, как отваренной пищи. Она вся соленая, даже сладкие каши обязательно солят. Вкус непривычным кажется только поначалу. Летом и осенью с солью отлично шли арбузы и дыни. Прекрасно наедался мякотью арбуза с солью, ничего есть более не хотелось. А дыня с солью – еще более сытный продукт. Бананы с солью сейчас идут на ура. Финики, изюм тоже неплохо. В современной цивилизации соль нужна организму для компенсации низкого давления атмосферы, которая была потеряна землей всего-то несколько сотен лет назад. Подробнее по ссылке. Ионы натрия в межклеточные жидкости за счет асматического противодавления снижают давление внутри клетки. Внутри клетки имеются только ионы калия. Употребление фруктов без соли достаточно быстро вызывает потребность в мочеиспускании. Организм начинает избавляться от излишков калия, так как плоды растений содержат мало солей и натрия. И появляется желание съесть что-то существенненькое – вареной дряни, которая всегда содержит соль. Надо заметить, что животные без соли также болеют. Итак, призываю всех есть живую пищу по возможности с солью и не забывать благодарить растения, делая окружающий мир цветущим садом.